Вести Ульяновск в прямом эфире телеканал Россия. Здравствуйте. В разгаре весеннеполевые работы. Теплая погода позволила фермерам выйти в поля раньше. И уже есть первые результаты. Из Новоспасского района Артем Петров. Ан-2 взмывает над бескрайними полями фермера из Новоспасского района. С воздуха проходит ежегодная борьба с вредителями и сорняками. Чтобы сохранить азимы, самолеты поля обрабатывают специальным химическим составом. Ранняя весна позволила фермеру выйти в поле раньше обычного срока. Владимир Евстифеев уже успел засеять больше 400 гектаров ячменя и свыше 270 гектаров гороха. Сегодня в активной фазе сев подсолнечника. Работы уже провели на 600 гектарах земли и еще 200 в заделе. И сейчас вот мы находимся на поле, где кировцы подготавливают почву под посев подсолнечника. Потому что нужно следом за культивацией сеять, чтобы влага не ушла. В полях работает лишь современная техника. Сразу пять новеньких кировцев готовят почву под посев, а семь агрегатов засеивают семена подсолнечника. В день выработка превышает 300 гектаров. При этом кировцы, белорусы и полесье в хозяйстве Владимира Евстифеева принципиально новые. Чтобы достичь высоких показателей, парк техники фермер обновляет ежегодно. Комбайн, например, пять лет отработал и уже должны вложения начинаться, большие идти. И если есть возможность, я не хочу этот порог переваливать в пять лет. Лучше пять лет и начинать тихонько комбайны менять, чтобы получается поменьше вкладывать. Также Владимир Евстифеев создает все необходимые условия для комфортной работы. Ведь хороший сотрудник – сытый сотрудник. Сотрудника надо кормить, чтобы он из трактора, из комбайна не упал. А любой работник, который сытый, он будет работать. Еще больше, еще лучше. Хозяйство Владимира Евстифеева – одно из самых крупных в регионе. Фермер ежегодно выполняет поставленные задачи, а качество урожая всегда на высоком уровне. Артем Петров и Денис Миронов. Вести Ульяновск из Новоспасского района. Отдыхающие зависли в воздухе на аттракционе. В Ульяновске ищут виновных в инциденте, который произошел в парке «Семья». Во время движения заклинило механизм карусели. К счастью, никто не пострадал. Сейчас выясняют причины поломки. Аттракционы в других парках уже проверяют активисты регионального отделения ОНФ. Видите, где крепление кресла, кольцо, петля и цепочка. Цепочка крепится к креслу с помощью карабина. Карабины запрещены с 2017 года новым техническим регламентом. Все эти соединения на качелях везде должны быть болтовые. С первых же минут представитель Общероссийского Народного фронта находит нарушение техрегламента аттракционов. Правда, владелец этой карусели пока ее не запускал. Вот, видите, надежно, крепко. А эти качели, как и вся игровая площадка, принадлежат самому парку. Здесь крепление надежное, на болтах. Наличие правила эксплуатации, аптечки, огнетушителя. Практически нет претензий к остальным аттракционам. Но есть вопросы к их ограждению. Ребенок подошел, обрезался, ободрался. Все, то же самое. Вот, пожалуйста, если тут 3D-забор, здесь вот. И он туда упал, и весь изрезался. В минувшие праздники в Засвияжском парке уже случился инцидент. Его обсудили на штабе в правительстве. К счастью, никто не пострадал. Хотелось бы понять, как вообще это могло получиться, что сразу после сертификации аттракциона произошло доход ЧП. Кто понесет ответственность за это? И насколько мы можем быть уверенными в безопасности других аттракционов? Глава региона потребовал провести повторный мониторинг всех аттракционов. Разрешение на запуск качели-карусели администрации парков дают лишь, когда предприниматель предоставляет соответствующие документы. И вот на данный момент 100% могу заявить, что у каждого предпринимателя эти разрешительные документы есть. Они выданы, и буквально через месяц-два приедет эта специализирующая организация, их не так много в России, и они будут проводить опять же освидетельствование. И те пожелания, которые мы сейчас услышали, мы обязательно выскажем этим организациям. Если же ответственные лица не откликнутся на замечания Народного фронта, активисты полны решимости дойти до прокуратуры. Илла Шахова, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. В областном правительстве прошел штаб по развитию региона. На совещании подвели итоги работы за прошлую неделю и праздничные дни. Губернатор Алексей Русских заслушал отчет о работе министерств и ведомств. Эдуард Истомин продолжит. Безопасность в празднике, бесперебойность коммунальных услуг, работа общественного транспорта, в том числе автобусов для садоводов. Судя по докладам ответственных лиц, никаких эксцессов не было. Но к губернатору отдельные жалобы все же поступили. Так, например, 4 мая Велизаветина не все дачники смогли попасть на свои садовые участки, как министерство транспорта реагирует на такие сообщения. Губернатор заверил, что перевозчику выставили претензии. Также ведется работа по приобретению новых автобусов. Их требуется больше 160. Далее обсудили тему подготовки к школьному звонку. В этом году акция 75-я по счету. У нас есть крупные школы, где более тысячи детей. Есть школы, где небольшое количество детей. Вот там, где небольшое количество детей, то последний звонок прозвучит вместе для 9-го и 11-го класса. Там, где крупные школы, эти классы будут разведены. Другая тема также касалась школьников. Речь шла об их летнем трудоустройстве. Львиная доля работодателей – это бюджетная организация. Но в этом году повысился интерес к школьному труду у предпринимателей. Они разнообразили список вакансий. Мы с ними заключаем договоры совместной деятельности, где ребята могут работать официантами. Кроме того, также у нас здравительный лагерь «Жемчужина» в Николаевском районе. Они также предлагают вакансию помощника-кондитера. В области ведут переговоры с IT-компаниями о выделении для школьников рабочих мест. На совещании говорили также о подготовке социальных координаторов. Они будут трудиться в филиале фонда поддержки участников СВО. В обязанности координаторов будет входить индивидуальное и комплексное сопровождение ветеранов боевых действий, а также членов семей погибших ветеранов СВО. Это должны быть претенденты с высшим образованием или со средне-специальным образованием, а также имеющие опыт работы не менее трех лет, в том числе не менее года с людьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации. В регионе, согласно Коте, будет 40 таких координаторов. Их кандидатуру уже подобрали. Они прошли тестирование и в ближайшие дни отправятся на обучение в Казань. К своим обязанностям координатор приступит уже с 1 июня. Эдуард Истомин, Михаил Державин, Весть Ульяновск. Ульяновские, как и по всей России, в странах бывшего Союза сегодня вспоминают Гейдара Алиева. 10 мая исполняется век со дня рождения известного президента Азербайджана. О том, какой вклад он внес в политику своего и соседних государств и как был связан с Ульяновским регионом, расскажет Ксения Грищенко. Его популярность сродни высшим политикам Советского Союза. Гейдар Алиев известен всем. В Ульяновске в столетний юбилей президента Азербайджана цветы к памятнику возлагают не только жители нашего региона. Среди гостей большая делегация из бывшей Союзной Республики. Сегодня с Азербайджаном Россию связывают многогранные отношения. И Ульяновск – один из городов, которому есть чем вспомнить Гейдара Алиева. Будучи заместителем председателя Совета министров Советского Союза, возглавлял государственную комиссию, когда в Ульяновской области пришла беда, когда была катастрофа с теплоходом Александра Суворов. И по итогам работы этой государственной комиссии было принято решение тогда о строительстве нового мостового перехода. Спустя почти два десятилетия он был открыт двумя президентами. Об этом в 78-й Ульяновской школе знает каждый. Учреждение носит имя Гейдара Алиева. И в День памяти гостям устраивают экскурсию по местному музею. На этой фотографии мы видим, как Ильхам Алиев вместе с Дмитрием Медведевым 24 ноября 2009 года открывает большой мост. Гости региона, в свою очередь, с удовольствием рассказывают о крепких связях жителей Азербайджана и России. Очень приятно было, что здесь школьники и дети встретили нас на нашем азербайджанском языке. В Азербайджане сейчас есть школы, где проводятся уроки на русском языке. В ряде во многих странах СНГ этого нет. 329 школ, где там проводятся уроки на русском языке. И в этих школах учатся около 160 тысяч школьников. Культурные и гуманитарные связи с нашей страной продолжают укрепляться сегодня. Наши страны в прошлом году подписали договор о советическом взаимодействии. Это все продолжение тех работ, тех проектов, которые когда-то начинал Гейдар Алиев. И сегодня в Ульяновске функционирует наша диаспорная организация. Естественно, без поддержки местных региональных властей это было невозможно. Думаю, что это один из компонентов нашего сотрудничества. В этот же день в Ульяновске стартовал межрегиональный турнир под дзюдо «Кубок дружбы народов» имени Гейдара Алиева. Совместными усилиями региональной азербайджанской автономии и областной спортивной федерации дзюдо турнир проводится уже в четвертый раз. На татаме встретились 350 участников из 15 субъектов России. Гости региона также поздравили спортсменов и пожелали им побед. Ксения Грищенко, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. Профилактический медицинский осмотр стал доступнее. Врачи теперь сами ездят по производствам и организовывают на местах площадки для диспансеризации. Работники одного крупного предприятия уже обследованы. Сейчас врачи проверяют здоровье сотрудников швейной фабрики. Мы можем предоставить осмотр терапевта, осмотр акшер-гинеколога, электрокардиограмму, забор крови, спиротест и дальнейшую консультацию сотрудников по данному медицинскому осмотру. Помимо основного осмотра, работники предприятия могут проверить легкие на передвижном флюорографе. Выездной формат диспансеризации удобен. Он разгружает поликлиники и помогает людям следить за здоровьем без отрыва от производства. Это очень удобно, что первая поликлиника приехала к нам на диспансеризацию. Огромное им спасибо. Всегда не хватает времени, чтобы пройти врачей. Поэтому это очень удобно и комфортно. Без отрыва от производства. Все прошли буквально за день и приступили к своим рабочим обязательствам. Осмотр проходит быстро. За первый день работы диспансера на фабрике смогли проверить здоровье 150 сотрудников. Работа будет продолжена до тех пор, пока не обследуют всех желающих. После врача отправится на следующее предприятие. И о погоде, какой она будет в ближайшие сутки, об этом вы узнаете из информации синоптиков Ульяновского гидромедцентра. Я жду, дарю вас за внимание. До встречи завтра. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо падать. Ожидается переменная облачность без осадков. Днем по югу области небольшой дождь. Ветер ночью северный, слабый. Днем северо-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью по области плюс 1,6. Местами заморозки до минус 2. Ульяновский плюс 2, плюс 4. Завтра днем по области плюс 15,20. Ульяновский плюс 17,19. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова